Парк защитников Москвы Парк защитников Москвы Рядом скамеечки и детская площадка для нового поколения И в общем-то вроде парк или сквер есть, но его как единой парково-мемориальной зоны нет Сделать парк именно таким задумали городские власти в канун 70-летия Победы Работа началась еще весной Главой города Николаем Гречишниковым поставлена задача работать параллельно сразу в двух направлениях Готовить проектную документацию нового облика парка И выполнять работы по установке малых форм и укладке пешеходных дорожек В соответствии с представленным проектировщиком эскизным планом Парк предполагает наличие нескольких зон, создаваемых поэтапно Границы четко сформированы, определены Там то, что задумано, в принципе, наверное, видится это все-таки поэтапно Ну, там предполагается несколько таких вот акцентов Это аллея славы Там будут представлены в виде каких-то маленьких обелисков, мемориалов Наименования воинских подразделений, которые принимали участие именно на этом направлении Они отражали вот это немецкое наступление Зона противотанкового рва То есть каким-то образом архитектурно она будет обыгрываться Вдоль нее будет направление пешеходное, прогулочное Если мы смотрим и входим в парк с направления от нашего мемориального орудия Спускаемся вниз, у нас будут два луча Первый – это прямой, как бы, то, что он сейчас существует у нас, к памятнику И второй чуть левее, там, где у нас будут памятные обелиски для подразделений воинских И далее оно замыкается, как бы, треугольником на противотанковом рве Потом, значит, через ров будет сделано один или два мостика Сейчас точно не могу сказать, это прорабатывается И мы выходим туда, на верхнюю зону Прорабатывается несколько вариантов И открытая площадка для каких-то мероприятий Детская площадка тоже там планируется Значит, планируется тоже Бывая идея военной техники? Да, да, типа музей под открытым небом военной техники Вот какие-то такие специфические эти акценты Планируется там подъездная часть, чтобы можно было Стоянка для автотранспорта Все это объединено общей пешеходной сетью В доработанном виде проект предполагается разместить в средствах массовой информации и на городском сайте Лариса Панина, Дмитрий Жуков, Александр Михайлов, Михаил Жуков, телекомпания «Лобня»